28 ноября 2014 год. На официальных ресурсах Facebook и ModDB появилась первая информация о разработке мультиплеера для игры Bully. Над проектом работают два человека, Петти из Венгрии и Паблока из Испании. Оба же они являются основателями данной модификации, которые сразу же заявили о том, что они не имеют никаких связей с разработчиками игры Rockstar Games, Rockstar Vancouver и Take-Two. С этим посланием они также прикрепили ссылку на свой официальный сайт, где уже на тот момент можно было посмотреть на первые скриншоты мультиплеера. Никакой информации о дальнейших планах, а уж тем более о дате релиза не сообщалось. Также для помощи в разработке привлечены некоторые участники форума Bullyboard в качестве тестеров мультиплеера, среди которых был ютубер с ником SweetGTA, который на своем канале освещал на публику все новости касаемые мультиплеера. Пользователи Bullyboard очень активно приняли идею о создании модификации, и конечно же самыми распространенными идеями для режимов стали гонки, роллплей и зомби. Также не менее замеченными стали режимы тест-матч и игра в снежки. Один из пользователей был настолько воодушевлен идеей, что написал огромный список возможных режимов игры. Сейчас вы сможете наблюдать его на своих экранах. Список действительно огромен. 6 января 2015 год. На сайте ModDB появляется скриншот с припиской Happy New Year. По-видимому, разработчики поздравляют всех тех, кто ожидает модификацию и дает стимул к их работе. 20 января 2015 год. Один из разработчиков паблока отвечает на вопросы одного из пользователей и рассказывает планы на ближайшее время. Как скоро после релиза будет доступен сервер для скачивания? Я думаю, что версия 0.1 будет выпущена одновременно с сервером. Мы хотим сделать его простым для игры и быстрым для обучения. Другое дело обстоит с тем, что мы запустим несколько пробных тестов на своем сервере перед релизом, а тестеры и помощники помогут нам проверить качество. Первая версия сервера будет поддержать Windows и Linux или ограничить их чем-то одним? Мы ведем разработку на Windows, но поддержка Linux будет присутствовать. Будет ли доступ к API для подключения PHP, HTML и получения данных от сервера, количества игроков, ping и другое? Мы разрабатываем сервер с системой запросов в Racknet 4, но возможно оно не подходит в качестве API. Я думал насчет создания простого веб-сервера с системой, возвращающей данные в формате JSON. Оно будет потреблять второй порт, но я не уверен, что мы сможем это сделать в начале. Это займет много времени для того, чтобы качество работы и защиты было на должном уровне. Только время может дать ответ. Какой максимум игроков по предварительным тестам будет поддерживать первая версия клиента? По умолчанию, булли имеет очень низкие значения для допустимых элементов. Мы понимаем, что этого недостаточно. V3 TI упорно работал, чтобы преодолеть этот лимит и установить свой. К нами будет установлен пониженный лимит для оптимизации работы сервера. По нашим расчетам этого должно хватить для карты Bullworth. Вы планируете вводить многофункциональный графический интерфейс? Аналогичные имеются в MTA и в Just Cause 2 мультиплеер. Мы решили интегрировать графический интерфейс с замены главного меню, для отображения списка серверов, избранных параметров и тому подобное. Я читал, что вы начали работать над Вики. Как скоро вы планируете ее запустить? Два месяца или может быть три? Да, наверное, не скоро. К сожалению, модификация требует большого количества работы. Мы больше сосредоточены над созданием игровой логики, нежели Вики или нашего сайта. Мы имеем огромный список задач, но наши участники и тестовые команды помогают в сборе материалов для Вики. Вероятно, скоро оно будет представлять из себя что-то. 4 февраля 2015 год. Разработчики поделились несколькими скриншотами мультиплеера. 16 марта 2015 год. В официальном сообществе было опубликовано изображение, демонстрирующее внешний вид главного меню. Как-то так оно выглядело. Уже на тот момент мультиплеер занимал высокие позиции на сайте moddb по популярности. В течение одного месяца от разработчиков не было никаких новостей, а лишь пару скриншотов. И снова один из разработчиков, Пэтти, решил ответить на пару вопросов от пользователей. Чем вы занимаетесь на данный момент? Какая часть работы является более приоритетной помимо синхронизации? Так как сервер имеет возможность загрузки данных скриптов, которые позволяют создавать свой уникальный режим, сейчас внимание сосредоточено на обеспечении разнообразия функций, а также на создании режимов. Чем вы вдохновляетесь на создание Bally Multiplayer? Это Samp, MTA, Just Cause или другие модификации? Мы играли в Samp в течение долгого времени, поэтому концепция мультиплеера в основном приближена к Samp. Но мы взяли много идей из других модификаций. Какая самая сложная проблема стояла перед вами в процессе разработки и как вы ее решили? В начале нашей работы действительно было очень сложно синхронизировать все действия. А обычно сложная работа представляет исправление непонятных ошибок, да и возникали другие вопросы, ведь действия не предназначены для сетевой игры. Сколько добровольцев помогает вам в свою помощь в разработке, не тестировании? Проект с закрытым кодом, но в общем у нас есть три разработчика, Паблоко, Мию и я. Мию работал с вами с самого начала? Нет, он подключился к нам несколько недель назад и в основном фокусируется на разработке сервера. Но также он помогает нам в разработке игры. Ранее он работал над разработкой Science Row, но в отсутствии мотивации его работа остановилась. Вы, Паблоко, имеете какие-то выпущенные работы? Программы или модификации для других игр? Если да, можете рассказать нам о них? Нет, у нас не было каких-либо серьезных проектов в прошлом, просто баловались с разными вещами. Какое сокращение будет названием модификации? Bully.mp, BMP или другой вариант? Просто Bully.mp. Меню в Bully.multiplayer для скриншоте развернуто на весь экран. Будет ли отдельный браузер серверов, как в Sampi? Браузер серверов будет встроен в клиент, он будет работать на графическом интерфейсе. Почему именно Lua? Lua является легким в освоении, быстрым и надежным языком, на него можно положиться. Будут ли разделены функции на клиент и сервер? Sampi не имеет клиентской части, от чего создается лишняя нагрузка на сервер. Мы не планируем добавлять скрипты для клиентской стороны, по крайней мере не в первой версии Bully.multiplayer. И последний вопрос, на какое количество игроков вы рассчитываете после релиза, если конечно это не тайна? Если посмотреть на активность на нашей странице в фейсбук, я думаю, что мод будет в пулярен. Если на момент запуска модификации будет играть 100 или 200 человек, я буду полностью удовлетворен. 15 июня 2015 год. На страничке в фейсбук в официальном сообществе была опубликована запись о том, что работа над мультиплеером временно не ведется. А полмесяца спустя разработчики анонсируют официальный форум мультиплеера. Спустя время на форуме появляется запись от SVGTA, где пишет, что он не является разработчиком. И перечисляет всех тех, кто ей занимается. И здесь мы замечаем новое лицо. С тех самых пор над разработкой мультиплеера работала команда уже из 4-х человек. 1 сентября 2015 год. Петти, один из разработчиков, опубликовал пост на форуме Bully Board с таким содержанием. Теперь у нас есть главная страница на BullyMP.com, вместо того, чтобы перенаправлять вас на форум. Кроме того, наши меры борьбы со спамботами на форуме были усилены, так что надеюсь, у вас больше не будет проблем с ними в будущем. По большей части летом мы не делали огромных изменений, но вы можете ожидать некоторые скриншоты в ближайшие несколько недель. 27 января 2016 год. Команде разработчиков пришлось отказаться от Lua и полностью перейти на JavaScript V8. Об этом было заявлено в одной из тем форума. Главное, разработчикам Петти. У нас нет точной даты релиза. Огромная часть зависит от наличия нашего свободного времени и настроя. Также были некоторые значительные изменения в концепции и структуре модификации. Был интегрирован CEF на клиент и почти переписан весь пользовательский интерфейс. Был изменен Lua на V8 JavaScript от Google и так далее. Мы сделали эти изменения, чтобы представить вам более многофункциональную модификацию. Рано или поздно она выйдет. 17 мая 2016 год. На официальном форуме были опубликованы образцы написания скриптов для сервера. Были опубликованы такие скрипты, как Свободная игра, Free Room, TDM, Командный Дизмач, Интернет Радио, Которое позволяло вам транслировать музыку в самом клиенте. В этом же сообщении разработчики напоминают, что в качестве языка для скриптинга используют JavaScript. 8 августа 2016 года. На главной странице сайта BallyMP.com объявили для всех, что разработка мультиплеера официально приостановлена. И вот уже на дворе 2017 год. Никаких новостей, Ни скриншотов, Нет просто ничего. Вот так стала быть модификация, Которая должна была взлететь, Создать конкуренцию Сампу, Мафии 2, Just Cause второму и другим играм просто рухнула. И на долгое-долгое время Легла в спячку. Легла в спячку. Спасибо тебе, брат, за то, что поставил тролли до конца. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк, Подписаться на канал и влепить какой-нибудь комментарий. Вот, например, как ты думаешь, Что бы было с другими мультиплеерами И вообще составил бы в мультиплеер Bally Какую-то конкуренцию нынешним мультиплеерам Таких как Самп, МТА, Жесткаус 2 и прочие мультиплееры. Вот, пиши свое мнение, Красиви в комментариях, Мне будет очень интересно почитать. А с вами был Хик, Всем удачи, Всем пока, спасибо. За просмотр, дорогие мои друзья. Папара-па-па-па-па-па Папа-па-па-па-па-па-па-па-па Папара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па